Приветствую, друзья мои, с вами Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья, я предлагаю вам послушать на днях написанное мною стихотворение, которое называется «Ода книги». Входили мы в библиотеку, как входит верующий в храм. И все, что нужно человеку, на полках находили там. Любые знания, науки, стихи, прозу, жанр любой. Все грани жизни не со скуки. Мы постигали здесь с тобой. С Чапаевым неслись в тачанках, с фашистами бросались в бой. С Гагариным зарю встречали, держа в объятиях. Шар земной. Моресьев, Теркин, Краснодонцы. Мы с ними жили и росли. Одно нас согревало солнце. Мы — соль и плоть родной земли. Нас закалял Корчагин Павка и делал крепкими, как сталь. Мечтали мы тогда о главном — отчизне. Людям нужным стать. В тиши больших читальных залов мы мудрость впитывали книг. Мы судьбы здесь свои ковали. Тут каждый многое постиг. Мы знаем, что такое счастье, в чем суть и смысл бытия. Они не в упоении властью и не богатство. Цель твоя. Нам книги о любви вещают. Взаимовыручки, добре. Но жаль, что тех, кто их читает, осталось мало на земле. И запах типографской краски. Увы, не каждому знаком. И новых книг все реже праздник наш с вами посещает дом. И, как о том писать не горько, но у помоек выгребных встречаем книг заветных горки. Кто так избавился от них? Уверен я. Библиотеки и книги — лучшие друзья. Уверен я, что человеком, книг не читая, стать нельзя. Пусть будет ноутбук под спорьем, вторым помощником смартфон. Меня никто не переспорит, что не заменит книгу он. Всего есть много в интернете, но нету в нем живой души. А без нее все знания эти не столь уж, братцы, хороши. Можете прокомментировать это мое стихотворение. А как, каково ваше отношение к книге? Есть ли у вас дома книги? Или все уже там, где я здесь вам сказал? Как ваши дети, внуки, мать, отец, сестры, братья относятся к книгам? Каково ваше вообще мнение о роли книги в нашей жизни? Спасибо, друзья. И я напоминаю, что счет для принятия пожертвований в приюту Катавасия 67 всегда открыт под каждым моим роликом его атрибуты. И кроме того, с вашей помощью я надеюсь издать свою, не дай бог, если последнюю в жизни, книжку к своему 75-летию, которая будет 9 июля нынешнего года. И надеюсь встретить его в здравии и с новой пахнущей типографской краской книжкой своих рассказов в руках. Я готов каждому из вас послать электронный экземпляр этой книжки. Ну, а если уж кто-то очень захочет, то и может быть даже бумажный экземпляр. Спасибо, друзья, за то, что вы есть. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира нам всем на Украине. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok